Всем респект, братва! С вами Радио 120 ГБ и сегодня я не буду обсуждать какую-то конкретную игру, а хочу с вами поговорить о такой теме, которая многих из нас уже конкретно заколебала, а именно повесточка в играх. Сразу хочу оговориться, если вы типичный матерый консерватор, который не приемлет какие-либо другие ценности, кроме своих собственных, это видео не для вас. Я не считаю, что тема ЛГБТ или расового неравенства является чушью сами по себе. Это действительно важная тема и если они поднимаются к месту, в этом нет ничего плохого. Есть куча игр и фильмов, в которых показаны подобные проблемы и там это не смотрится бредово. Однако, думаю многие из вас заметили, что в последние лет 6-7 повесточка стала появляться не только там, где она является частью повествования или художественной задумки, но и там, где она выглядит откровенно нелепо. Да-да, я говорю про всякие вот эти вот отряды черных женщин из Battlefield, изменение внешности каких-нибудь исторических или мифических персонажей, повсеместные навязывания ЛГБТшной романтической линии в разных играх и тому подобное. И вот недавно я узнал, откуда это вообще появилось и что является настоящей причиной этого явления. И вот вам маленький спойлер, дело, конечно же, в деньгах. Сейчас я обо всем подробнее расскажу, но перед этим, конечно же, не забывайте поставить лайк, если вам видос понравился, дизлайк, можете тоже поставить, если он вам не понравился. Пишите комментарии по теме видео и приходите, конечно же, на наш твич-канал, ссылочка на который в описании, чтобы общаться вживую. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на телегу, если не хотите потерять канал и быть в курсе всех последних новостей. Спасибо огромное всем, кто это сделает, а мы начинаем, погнали. Тема повестки в наше время больше актуальна, конечно же, для индустрии кино. Сейчас очень сложно найти фильмы или сериалы, которые бы не продвигали стандартные такие СЖВ-шные темы. Что там говорить, теперь фильмы без повестки не мог даже Оскар получить. Про сериалы от Нетфликса или фильма Диснея тут можно вообще ничего не рассказывать, мемы расскажут все сами. На самом деле, именно из видео о компании Нетфликс, канала Черный Кабинет, я узнал, откуда у всей этой повестки ноги растут, но решил об этом рассказать в контексте именно игровой индустрии. Так что Кабинету респект за просветление. Давайте разберемся для начала, что именно мы называем повесткой. Обычно употребление этого слова идет в контексте навязывания неких ценностей, которые касаются толерантности, феминизма, прав ЛГБТ и меньшинств, мультикультурализма, социальной справедливости и так далее. Однако многие, особенно это касается уже упомянутых мной консерваторов, путают повестку с художественным замыслом, но об этом мы и поговорим чуть позже. Впервые подобное веяние в игре я заметил в 2016 году в игре Mass Effect Andromeda еще до ее выхода. Там в геймплейных трейлерах я был очень удивлен странной внешностью главной героини, которая не имела ничего общего с главным героем великой трилогии, Капитаном Шепардом. Если Шепард выглядел как герой, который играет важную роль в судьбе галактики, то главная героиня новой игры была больше похожа на какую-то студенточку-замухрышку, которая подрабатывает в библиотеке своего института. Сейчас мне многие скажут, что там же есть мужской вариант главного героя, а также есть редактор персонажа. Окей, а мужской вариант как бы тоже не совсем тянет на героя галактики, так-то больше он похож на какого-то хлюпика хипстера. А на редактор персонажа многие жаловались, что там очень сложно сделать что-то вменяемое и неуродливое. Но на самом деле тогда я еще не понимал масштабов проблемы и вообще, что это такое, какая-то повестка. Думал, ну просто разрабы дурачки налажали. Про BioWare тут, кстати, стоит сказать отдельно. Они были одни из первых, кто начал продвигать повестку в играх. И еще раз, мы говорим не про то, что в игре можно переспать с персонажами своего пола. Возможность гомосексуальной связи в игре сама по себе не является какой-то повесткой, если оно не навязывается. Хотя я тут слышал, что в Dragon Age Inquisition на той же BioWare можно было случайным выбором реплики переспать с персонажем своего пола, когда сам этого не особо хочешь даже. Так что, суть по всему, все началось задолго до Mass Effect Andromeda. И тут стоит вспомнить, кто в 2009 году приобрел BioWare. Да, это Electronic Arts, один из самых крупных мировых издателей видеоигр. Запоминаем, держим это в голове и идем дальше. Следующая игра. Тут повестка для меня уже была очень заметна, да и они начали говорить вслух. Я говорю про Battlefield 5. Та самая игра, где мы узнали, что во Второй мировой войне оказывается. На поле боя было куча чернокожих женщин, пытавшихся спасти нас от нацистской заразы. Мемов тогда навалили тьму, и это было смешно. Не смешной же была ситуация с самой игрой, которая уже задала тренд на халтурное исполнение. И снова нам такой подарок от Electronic Arts. Дальше большая повестка стала появляться в играх почти всех крупных издателей. Ubisoft, Sony, Warner Bros. И, конечно же, вызывало все больше негодований у геймеров. Причем это касается не только консерваторов, которым сами идеи социального равенства и прав меньшинств неприятны. Но и геймеров, которые до всех этих модных веней не особо задумывались о своем отношении. Однако навязывание идей вызвало у многих отторжение. Говоря о повестке, нельзя не упомянуть скандальную The Last of Us 2. Очень многие спорили, что это кошмар и ужас вообще в игре одна повестка, и вот тут я не соглашусь. Повестка в игре есть, но ее не больше, чем в других играх. Например, то, что Элли является лесбиянкой, было понятно еще из дополнения к первой части. Тогда никто не жаловался, но вот как вышла вторая часть, давайте об этом поплачем. Поэтому я считаю, что нытье на эту тему это просто подвывание антиповесточным трендам. В самой же ориентации Элли повестки нету. Это как раз обычный художественный замысел. Так же, как и внешность Эби, например. Ее многие называли Эбинатор. Тут скажут, вот смотрите, показывают накачанную мерзкую бабу, типа сильный женский персонаж. Где мои красивые сексуальные женщины, вот Элли сделали какой-то уродины. И все забывают, что это как бы игра про просто апокалипсис. И там как бы, ну, вполне нормально и адекватно, что женщины будут очень суровыми. Плюс говорить о том, что такой сильный женский персонаж могут реально люди, которые просто не играли в игру, не прошли ее до конца, где в конце Эби как бы показано исхудалой, ослабленной и морально униженной. А вот в действительности повестки в игре можно назвать два момента. Первый момент это там, где старикан по имени Сет, который после поцелуя Элли и Дины прерывает их и называет Дину лесбухой. На следующий день после этого извиняется и говорит, что приготовил им сэндвичи в дорогу. А Элли пренебрежительно называет это шовинистским сэндвичем, отдает его Джесси, типа я от шовинистов ничего с ней буду, фу. То есть не принимает извинения. Как вы видите, да, чувак признал свою ошибку, но пошел бы он нахуй, вот такая ярстакая. Все это выглядит как-то очень не очень. И Элли тоже это с хорошей стороны никак не показывает. Ну и транс ребенок Лев это тоже уже что-то как-то слишком. Я вообще не считаю, что затрагивать тему сексуальностью детей в играх это хорошее решение. И сама история с ним выглядит как-то очень натянута. Ну вот как будто просто надо было вставить для того, чтобы это там было. И вот эти вот два момента можно действительно считать повесткой. В основном же в игре я каких-то жестких навязываний не увидел. Если вам неприятна сама тема однополых отношений, то тут уж дело не в повестке, а в ваших личных взглядах. И да, они у всех могут быть разные, все имеют на них право, но навязывая свои взгляды, вы ничем не отличаетесь от тех, кто навязывает нам свои, в том числе через игры и кино. Я это все к чему. Стоит разделять повестку и просто наличие ЛГБТ или чернокожих в играх. Повестка обычно является элементом пропаганды. А пропаганда, как известно, всегда неуклюжа и агрессивна. Нормальным людям она не нравится ни в каком виде. И даже если пропаганда пропагандирует те взгляды, которых мы сами придерживаемся, мы всегда должны понимать, что это все еще пропаганда. Но зачем, зачем повестка начала появляться? В чем прикол? Ведь многие реально высказывают недовольство нынешней ситуации в соцсетях. Но это не останавливает крупные компании от постоянных и неуклюжих попыток навязать нам эти ценности. Что вызывает все больше и больше негатива. Вот недавно вышла игра, которая вообще целиком состоит из повестки. Кроме нее там унылый геймплей, унылый сюжет. Это я про Force Pocken говорю, если что. Зачем вообще такую выпускать? Разве в этом есть какой-то смысл? Что разработчики делали игру и не видели, что делают просто огромный непонятный кусок говна? Могли бы просто ее закрыть, зачем выпускать и позориться? Какой в этом смысл? И вот мы переходим к самому интересному. Оказывается, смысл есть. Из ранее упомянутого мной ролика Черного кабинета я узнал, что существует некий рейтинг, так называемый ESG-индекс. Этот индекс рассчитывается у крупных компаний, исходя из того, как они соблюдают определенные рекомендации в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления. Рекомендации эти основаны на принципах, которые в свое время сформулировал генеральный секретарь ООН Кофи Аннон. И тогда же он как бы посоветовал крупным компаниям соблюдать эти рекомендации и включить их в свою стратегию. То есть, если компания такая молодец, соблюдает эти правильные рекомендации, ее рейтинг, вот этот ESG, повышается. Но на что же он влияет? А влияет он на привлечение инвесторов, то есть денег от них. Если компания хочет получить больше инвестиций, они должны стараться соблюдать все рекомендации, то есть продвигать повесточку. Если мы смотрим на этот рейтинг, то впереди планеты всей, у нас там Disney и Netflix, те самые компании, от которых повесточка так и прет. Черные русалки, черные эльфы и так далее. Но там же мы можем увидеть и PlayStation, и Xbox, и Nintendo, например, то есть компании игровой индустрии. Значит, все крупные издатели, такие как Electronic Arts, или Warner, или Yubi, да все подряд, они точно там есть. Может быть не на самых первых местах, но тем не менее, они точно в рейтинге присутствуют. Именно поэтому мы видим весь этот бред в играх и кино. Компании просто пытаются набрать очки рейтинга, пихая повестку не в тему, чтобы привлекать больше инвестиций. Многие крупные инвесторы завязаны и в правительственных делах, и, конечно же, служат продвижению определенных идей, дабы плодить потенциальных избирателей, которые помогут дальше сохранять власть всех, кто эти идеи продвигает. Вот и все. Я не хочу тут лезть в политику и впускаться в рассуждение, какие идеи правильные, какие идеи неправильные. Это тема не моего канала, но если коротко и просто, то все, что происходит, это деньги за пропаганду. И денег от инвесторов компании часто получают больше, чем от пользователей. То есть намного проще сделать откровенно халтурную игру, не вкладывать в нее достаточно сил и ресурсов, выпускать ее в отвратительном состоянии, не обращать внимания на недовольные крики пользователей, но при этом привлекать социально правильных инвесторов, которым повесточки в игре важнее, им вообще нет дела до ее качества и временами даже до продаж. Вот тут все и становится на свои места, почему мы получаем столько откровенно халтурных проектов, которые продвигают при этом определенные идеи. Понимаете ли, еще раз, я совсем не против затрагивания социальных проблем меньшинств. Эта тема реально важна, и благо человечество за последние сто лет в этом плане прогрессирует и права выравниваются. В этом нет ровным счетом ничего плохого и только хорошее. Люди должны быть свободны и должны иметь право жить так, как они хотят, и с теми, с кем они хотят. Но, мое мнение, все это должно работать через социальные институты, через образование, население и тому подобное. Если все это перерастает в пропаганду, неуклюжую, навязчивую, обычно это мешает продвижению идей, вызывает у многих отторжение и вообще никому и нигде не идет на пользу. И что, неужели вы думаете, что крупные издатели сильно заботятся о качестве того, как они продвигают эти правильные идеи? Конечно же нет, они просто хотят бабла. Они халтурят во всех смыслах, и с качеством игры, и с продвижением идей все выглядит глупо и плохо. Но рейтинг-то все равно повышается. Вот смотрите, мы продвигаем нужные вам идеи, мы молодцы. А на самом деле это обычный абьюз подобной системы. Поймут ли это когда-нибудь нужные люди? Я очень на это надеюсь, сейчас уже намечается тренд на критику подобной политики крупных компаний. Многие замечают, что она не приносит плодов и убыточна. А деньги в нашем мире решают все еще очень и очень многое. Поэтому я очень надеюсь, что мы с вами доживем до времен, когда этой повестки в играх и фильмах будет поменьше. Если она и будет, то она будет хотя бы уместной. Спасибо большое, что посмотрели видео. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Не забывайте про лайкосики, если вам видео понравилось, можно дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на Twitch, пожалуйста, на телегу, тоже буду очень ждать вас там. Спасибо огромное всем, кто досмотрел до конца. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!